Всем привет! С вами Андрей Сонар. Я вышел подышать свежим воздухом, чтобы походить по водоему, покидать приманочки. Камеру взял, можно сказать, случайно. Обычно я на такие рядовые выходы камеру не беру, так как в них нет ничего интересного. Но, пользуясь случаем, поскольку я взял камеру, я запишу каких-нибудь полезностей, касающихся тайм-триала. Это не будут полноценные ответы на вопросы, которые я писал раньше, а просто будут какие-то там размышления о новинках, о каких-то разработках, о том, как эксплуатировать изделия, какие-то полезные советы. Возможно, вам это понравится. Если это вам понравится, то пишите в комментариях, и я тогда буду практиковать вот такие рассказики. Ну вот, первый момент, о котором я хотел сказать. Это соответствие размера упаковки и лодки. В данном случае здесь находится Fishpacraft Tank Light. И смотрите, сколько он занимает внутри рюкзака. Он занимает меньше половины его емкости, а остальной шмурдяк занимает большую часть. Это спас-жилет, плавучий якорь, рыболовные принадлежности, вот камера, принадлежности к камере. Какой из этого вывод? Если вы налегке не ходите, а берете в любом случае с собой какие-то полезные вещи, то заказывайте лодку в соответствующем рюкзаке, как говорится, на вырост. Например, при заказе какой-то небольшой лодочки, говорим менеджерам, чтобы приложили крупную упаковку. Например, вот этот вот рюкзак. Это называется рюкзак номер один. Потому что есть три размера рюкзака. Первый, вот этот самый маленький рюкзак. Есть второй, средний, и самый большой, третий, в который большие веги запаковываются. Вот этот самый маленький. Но в него все пакрафты помещаются с двукратным запасом. И, соответственно, половины объема хватает для того, чтобы положить туда все необходимые для выхода на воду вещи, включая рыболовные принадлежности. Вот это называется весло-звездочка. Чем оно мне понравилось? Тем, что оно очень легкое, и при этом мне нравятся формы ее лопастей. С них не течет вода, они такие все зализанные. Так что весло хорошее. Его можно применять вместо нашего стандартного тайм-триаловского весла, у которого, честно говоря, лопатки похуже, а вот шафт у них одинаковый. И то, что у них шафт одинаковый, сподвигло меня на очень интересный эксперимент. Я установил втулочки. А поскольку труба здесь используется та же самая, что и у нашего весла-трансформера, я просто взял и подсоединил к этому веслу наши ручки от трансформера. И сделал звездочку-трансформер. Соответственно, звездочка легким движением руки трансформируется в два распашных, или точнее парных, весла. И как они будут работать, я сейчас на воде испытаю. Вот никогда бы не подумал, что буду ловить старым добрым спиннингом катана. Однако это не та катана за 500 рублей, которая когда-то везде продавалась. А это уже более совершенная моделька. Тревел-спиннинг телескопический с тестом от 7 до 21 грамма. Я его буду использовать в качестве этакого ультралайта. Хотя диапазон теста этого спиннинга превосходит все ультралайтовые веса. Но тем не менее, чем мне нравится этот вариант? Тем, что все оснащено и все оно маленькое. Помещается в рюкзак. И не надо переоснащать, не надо смотреть за длиной палок. Мне это больше нравится даже, чем тревел-штекерный. Потому что штекерный тревел по уму надо все равно разбирать, как и обычный штекерный спиннинг. Просто частей у него больше. А телескоп разбирать не надо. Он весь уже оснащен, катушка к нему прилажена. Просто раздвинул и бросай. Да, это конечно непрофессионально. И всякие там любители палок за 30 тысяч скажут. Фу, как такое вообще на такое можно ловить? Но тем не менее, на такое ловить можно. И если надо что-то с собой компактное брать, то вот, хороший вариант. Про эффект Бернули я уже в каждом видео, по-моему, говорю. Чтобы эффективно наполнить мешок воздухом, надо не как-то вот так вот хапать. А просто с приличного расстояния, коротко, но сильно туда дунуть. Вся суть эффекта заключается в том, что вот этот вот небольшой объем, но с высокой скоростью, которую вы туда выдуваете, он захватывает весь окружающий воздух и загоняет его прямо туда в мешок. И вот так вот буквально за 3-4 мешка, это вроде 4 вот полных было, это вот пятый, не полный, уже не додавил. Надулась одна из секций танка. Пакрафт подготовлен. На это ушло меньше 10 минут времени с разглагольствованиями. Чем и хорош Пакрафт. Готовится к выходу моментально. Производительность мешка насоса, а это практически все, что требуется для накачки Пакрафта, огромная. Мешок насос по производительности может соревноваться с хорошими электронасосами, поскольку он перекачивает огромные объемы воздуха, в отличие от ножных или ручных насосов традиционных лодочных. В Пакрафте нет ничего лишнего. Рюкзак приспособлен как багажник для перевозки всех вещей, я туда спиннинг, приманки, все остальное, все туда убрал. Сидение типа домик, одно из самых удобных сидушек. И при этом легкое, оно около 200 грамм. Курсовой стабилизатор, он мне безусловно понадобится, когда я буду идти под байдарочным веслом, или когда буду облавливать какие-то места без необходимости якориться, потому что он не дает лодке вертеться от ветра. Когда будем парные весла использовать, то курсовой стабилизатор можно поднимать, и он, соответственно, выключается. Почему его надо выключать? Потому что когда мы гребем парными веслами, мы идем кормой вперед. По крафт кормой вперед бегает очень хорошо и уверенно, но если ему не мешать. А мешать ему будет стабилизатор в носу, потому что любая вот такая вот плоскость, находящаяся не в корме лодки, а в носу, она уже является не стабилизатором, а дестабилизатором. Поэтому, кстати, если вы заказываете на свою байдарку всякие там плавнички и все такое, не ставьте их в носовую часть. В носовой части они будут только дестабилизировать. Ну, как исключение, можно ставить на лодку, у которой есть уключены, чтобы применять ее и по байдарочному, и с парными веслами. В этом случае парные весла из-за своей симметричной гребли, они как бы компенсируют этот дестабилизирующий момент, который проявляется в основном только при байдарочной гребле, при несимметричной, когда мы по очереди гребем каждым веслом. Если вы хотите облепить всю лодку снизу плавничками, то знайте, этот вариант плохой. Почему? Потому что плавнички, чтобы они работали, должны быть, во-первых, только на корме, и, во-вторых, они должны вынесены быть далеко от центра лодки, то есть максимально в корму быть установлены. А это не каждая лодка позволяет так сделать. Поэтому самый лучший вариант, это, безусловно, курсовой стабилизатор съемный, вот этот, сделанный из крутого пластика, который прочный, который не сломать, который очень надежно стабилизирует курс. Вот такой стабилизатор и надо ставить, тем более он стоит не особо-то и дорого. А теперь попробую, как будет функционировать звездочка в режиме парной гребли. В любой момент можно греблю прекратить, вёсла откинуть, но сейчас стабилизации нет, поэтому крутит как... Вот, кстати говоря, если, например, вы используете фишпакрафт типа танк или танк лайт, и при этом хотите использовать вот этот самый курсовой стабилизатор, то, наверное, имеет смысл установить дополнительный набор кармашков для курсового стабилизатора и на носовую часть. Вот, допустим, вы можете целую рыбалку ходить только на парных вёслах. И тогда имеет смысл этот самый стабилизатор поставить в переднюю часть лодки. Если вы не используете байдарочный способ гребли, то этот стабилизатор вам очень хорошо поможет не только держать курс, хотя на парных вёслах это делать проще, чем на байдарочном, но ещё и не даст лодке вертеться, когда она просто вот стоит, когда вы что-то обкидываете, потому что ветер дунет, лодку повернёт, а со стабилизатором её просто так уже не повернёт. Что хорошего в байдарочной гребле при поиске рыбы, это то, что лодка идёт носом вперёд, и, соответственно, рыбу удобно ловить в приглядку. То есть вы смотрите, вы видите, вот там плеснула щука. Вы сразу можете туда подойти с байдарочным веслом. А когда вы идёте спиной вперёд, то вы только в предполагаемое место нахождения рыбы можете подойти. В приглядку у вас вот так вот ловить не получится. Ну, максимум, если вдруг рыба плеснёт уже после того, как вы прошли это место, и вы можете к нему вернуться. Но это с точки зрения поиска рыбы, я бы не сказал, что это такое эффективное решение. Недавно был затронут вопрос о необходимости дополнительной спинки, которая поддерживает поясницу при посадке на спутникообразные покрафты. Вот сейчас я сел, если посмотреть со стороны, с прямой спиной, без отклонения её назад, и у меня уже вот в этом месте есть нормальный упор в поясницу. То есть в таком положении я буду сидеть, и у меня ничего не устанет. Просто задняя часть вот у спутников, она настолько высока, настолько крута, что она уже держит спину даже без необходимости ставить какие-то там дополнительные спинки, которые будут ещё сильнее вот держать. Меня это устраивает, мне никакая дополнительная спинка не нужна. У меня опора для спины есть. Теперь о новинках. Недавно мы провели опросик в группе ВКонтакте, чтобы выяснить, какая из запланированных новинок наиболее интересная. На первом месте это оказался велокаяк. Тема совмещения велосипеда и какого-то плавсредства, она очень интересная. И это означает, что велокаяк мы сделаем в самое ближайшее время. Основа для него уже готова. Это фиш-каяк Эва, очень удачный каяк, который просто, можно сказать, создан для того, чтобы на него поставить велосипед и уже потом по воде путешествовать на велосипеде. Он достаточно лёгкий, он вместительный, он самый широкий из всех каяков. Это значит, что при вертикальном положении велосипеда там не будет даже никаких тенденций к перевороту лодки. На корме будут установлены колечки с запасом, потому что велосипеды разные, велосипедов видов всяких много, так чтобы эти колечки максимально были адаптированы под любой велосипед. И вот этот велокаяк мы выпустим в ближайшее время. Ещё по новиночкам. Недавно мы в очередной раз откатали нашу гоночную лодку. Гоночная лодка это не столь коммерческий продукт, как просто для того, чтобы потешить наши амбиции, что мы можем делать лодку для достаточно высоких достижений. Лодку, требования которой гораздо выше, чем к любой рыболовной моторной лодке. Мы её сейчас улучшаем, работа не остановлена. Она достигла очень высокой скорости, очень легко выходит на глиссирование. Но хочется добавить ей стабильность, чтобы можно было прямо на полной скорости сделать резкий поворот. Сейчас этот резкий поворот не получается, надо чуть-чуть сбрасывать скорость, а это плохо. Хочется, чтобы прямо вот, как она идёт, 53 км в час, хочется прямо вот, чтобы на 53 можно было прямо на пятке её резко развернуть. Для этого придётся чуть-чуть поменять донышко. Возможно, не будем мучить конкретно этот уже корпус, а сделаем новый корпус с новым донышком. А этот останется для дальнейших испытаний. Вообще лодочка классная, получилась очень быстрая. И, кстати говоря, она в перспективе может использоваться просто как рыболовная лодка для любителей быстрой езды. А кто у нас не любит быстрой езды? Ну, только надо осторожность соблюдать. Чем выше скорость, тем выше моменты инерции. И если вы не такой опытный судоводитель, то в один прекрасный момент вы можете поехать отдельно от своей лодки. И вот, кстати, что нам дала работа над гоночной лодкой-перехватчик. Мы в рамках экспериментов с этой лодкой экспериментируем с аэрдеком. А именно со сложными формами днища из аэрдека. То есть это килеватые днища, это по-разному загнутые днища, это составные днища из аэрдека. И эти наработки мы можем и обязательно будем применять в других лодках. Ещё одна лодка, которую мы делаем. Уже не первый корпус был сделан. Сейчас вот готовится второй корпус, это лодка Гром. Основным свойством Грома являются очень маленькие внешние габариты, небольшой вес, но очень большой внутренний объём. Вызвала интерес также лодка Л3М, советская. А именно изготовление её аналога из современных тканей. Вот, например, вот из такой вот ткани ТПУ. К сожалению, пока ещё сам вот образец лодки нам ещё не поступил. Предлагают более распространённые лодки Турист-3, но они всё-таки отличаются от Л3М. А мне что-то очень хочется именно воссоздать конкретно Лэшечку. Ну, в крайнем случае Лэ-300. Что касается узкой веги, будем её делать. Как показал опрос, интерес к ней есть. Но это достаточно сложная разработка. Придётся перекраивать вообще всю геометрию лодки. И этой лодкой мы займёмся позже, наверное, зимой, когда нас ничего не будет сдерживать. Сейчас всё-таки производство довольно сильно загружено, и поэтому даже вот на какие-то рядовые вот эти новые разработки там приходится сильно-сильно их выпрашивать, чтобы выкроили время на изготовление вот этих вот экспериментальных изделий. Кстати, работу над экспериментальными изделиями очень облегчила автоматизация производства. Если ещё несколько лет назад все лодки делались абсолютно вручную, то есть сама лодка выкраивалась ножницами по лекалам, а сборка часто производилась вручную на клей, то теперь очень многое автоматизировано. Например, у нас появился большой раскроечный станок, которому просто задаёшь программу, и он выкраивает нужное количество деталей любой конфигурации, от маленьких пятачков до полностью деталей лодки. Во-вторых, мы больше стали использовать сварку вместо склеивания. Это и более надёжные швы, и в то же время это ускорение производства. А для изготовления каких-то небольших изделий методом сварки мы используем сварку токами высокой частоты. Ну вот, как обычно, заболтался, и вместо того, чтобы половить с удовольствием рыбку, приходится уже идти домой, так как есть и другие дела у меня сегодня. Нельзя брать камеру с собой! Нельзя! Потому что камера отвлекает, камера провоцирует делать какие-то новостные ролики, вместо того, чтобы просто для удовольствия половить рыбу, как я обычно делаю. А вот как беру камеру, так сплошные новости вместо того, чтобы половить рыбу. В следующий раз камеру брать не буду, никаких новостей не будет. Все! Наверное, все-таки шучу, потому что новости, они вам будут интересны. С вами был Андрей Сонар, так толком и не порыбачивший. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok